всем добрый день всем добрый день мы пойдем на улицу прогуляться да вот достаю свои босоножки эковские я думаю под вот эти штанишки под этот костюмчик думаю будет самое то да как раз сегодня дождь был с утра и тут видите подошва высокая то что босоножки тени одевать они как бы низкие эти самые то да я думаю подходит ой слушать я вообще сегодня офигел от комментариев душечка как всегда тебе привет вы как бессовестный ездите на дачу и ничего с собой не берете девчонки мы когда ездим на дачу мы берем все что надо если мы как сказать допустим с ночевкой или когда славка там шашлыки до делать мы мясо покупаем и шашлыки я уже не показывала вчера допустим мы не с ночевкой вот и там кушать никто не собирался вот я только чай и компот попила и мы колбаску тоже купили взяли там настя попросила майонез взяли и хлеб и лепешка написала корочку хлеба который типа жалко выкинуть девчонки я хлеб в хлебопечке пекла я половина хлеба отрезала куда и там и так у нее хлеб мы еще и эту какую лепешку покупали брали куда и там хлеба то ребятишки они вообще практически хлеб не едят настя она тоже она худая как щепка на особо то и не ест я общем шоке от комментариев так вот такие вот они натуральная кожа и сели по ноге нормальные я думаю к этим штанишкам будет норме а то и давно не носила лежат просто вот так что да кстати прям хорошо ногу облегает и не болтается так ну а мы значит пошли сейчас в ленту аня все захочу учиться да я уже сказал как раз стипендии пришла она захотела киевси и типа нас угостить но ей конечно по деньгам добавила ведь особо там мы не балуемся вот этой ерундой киевси да вкусные . все такое но сегодня она вернее она вчера даже хотел как типа угостить или все такое вот я грану да по бутерброду закажем там картошку фри и стрипсы вот и все она мои там уже заждались я пошла не слушайте как-то как-то лысо стало то ли деревья убрали кусты на на подрезали вот здесь там большой дерево ту нашего подъезда здесь как-то высовато так вот это вот они стоянку делать уже шлагбаум заказали а вот здесь все разметку сделали разметку видите получается тут 17 дом что-то как-то двор такой ветер прохладные нормально вчера потеплее было а не показа каждой ждет в киевсе тут коктейль а 140 рублей все ну ладно это мы можем дома сделать овощи и фруктов у каждого своя сумка пашка тащит а я заказ получила это это радость солнышко выглянуло и не так как тепло хорошо свежо хорошо мне радость у нас на районе там этот пакетик это мой пакетик пахнет шикарно хорошо так пахнет такой минимум банк девчонки вот это вот все на четыреста пятьдесят семь рублей вот два бутерброда причем они не такие дорогие типа как удлиненные а шаверман нет не шаверман как-то по-другому типа такая у меня на булочку там да ну такой короче девять этих трипсов и вот такая вот средняя картошкой даже немало средней а мы пошли прогуляться я говорю меня такое ощущение что у меня сегодня выходной сейчас пообедали поздний обед до этого мы с сани бутерброды с красной рыбкой поели а на вечер у меня будет чисто салат просто салат вот эти вот ромашки меня вообще умиляет такая красота тут постоянно пчелы шикарно до смотрится по центру идем чудо фонтан скудный перекуриваю цветочки хотят воды хотя ночью дождь был или рано утро но все равно земля сухая они мы поливали стимул ходили все так потемнело я говорю сейчас . еще грозу показывали грозу показывали сейчас до дома точно не дойдем как ливанет но бежать я не могу все нагулялись прошлись душновато хотя то солнце то есть то нету забыла вам рассказать кое-чем думаю что может кому-то полезная информация вчера вот на даче были настя же работает в лаборатории то есть они по продуктам и допустим с течением времени она говорит допустим вот те таки то продукты можно есть в них нету пальмового масла что они без всяких там химикатов все такое то есть но полезнее вот допустим там сливочное масло такой то марки что можно покупать там все такое и вчера я у нее спросил думаю чтоб не забыть также про сливочное масло я говорю какой сейчас можно хоть и брать что без всяких пальмовых ну как бы не охота ждать деньги там переплачивать ну я не веду что если ты покупаешь да и ты переплачиваешь за то же сливочное масло она у тебя оказывается с такой фигней ну короче допустим смотрите как она мне объяснила вот если по новокузнецку на изна других городах есть есть фирма родная земля вот у них вся продукция кефир молоко все такое оно все натуральное не по телефону я это влог веду вот без примеси вот допустим как домик деревни простоквашина ну про сметану да там добавляют крахмал много крахмала чтоб как сгущало вот значит ну сливки не такие вот как положено да вот по идее а вот родная земля там все натурально она стоит подороже но там вот нету ни крахмала и все и сливки все как надо и в сливочном масле и сметаны и все такое ну и питьевой там кефир молоко вот и еще про сливочное масло что она мне сказала я как раз сделала картинки так она на удивление продается в мариро то есть они его уже проверили на качество сейчас вам покажу коровкино крестьянское масло вот такой вот кстати жалко мы сегодня не зашли в мариро и еще есть вот такой коровкино хоть она и 72 и 5 и она будет очень хорошее нормальное то есть они его проверяли на на качество вот я честно такой не брала ни разу но она говорит бывает или в такой упаковке либо вот в такой вот запомнили да вот так что так что вот как то так имейте ввиду надо еще про какие то продукты у нее спросить по качеству потому что у них с разных магазинов приносят на качество и все такое и вот они проверяют все работают в лаборатории если что интересно спрашивать еще может по какому то товару спросить у нее то все и все все Камни такие, побьют все. Маленький град. Машину все поможет разбить. Очень. Града не было, было... Он прям сильный. Можешь приоткрыть? Ага, там все край, все, не надо. Не надо, не надо еще. Я вообще в шоке ехал. Ребята, я вообще в шоке.